Шведы-освободители Украины. Радио. Спутник. 8 июля 2019 года. Акценты радио. Спутник. Шведы-освободители Украины. 7 часов РИА Новости. РИА Новости. Карл. 12. И Мазепа после Полтавской битвы. РИА Новости. РИА Новости. Владимир Бычков. Обозреватель радио. Спутник. Все материалы оказывается. Карл. 12. Пришел в Малороссию с освободительной миссией. В шведских СМИ так и пишут. В Полтаве мы пытались помочь вырвать Украину из рук России. Это же известный факт, что Украину основали шведы. У нас даже флаги одинаковых цветов. В этот день. Лет назад. 8 июля 1709 года. Состоялась Полтавская баталия. Крупнейшие сражения Северной войны. Шведский король Карл. 12. Хотел через Малороссию нанести удар по Москве. Говорят, что ему это посоветовал Гетман-изменник Мазепа. Он также уверял Карла, что шведов ждут не дождутся в Малороссии гостеприимные казаки и казачки. Столы, ломящиеся от бутылок с горилкой, шматов сала, борща, вареников и так далее и тому подобное. Но жители Малороссии оказались на редкость негостеприимными. Вместо того, чтобы накрывать дорогому гостю стол, начали разбегаться по лесам, прятать хлеб и скот, нападать на шведских фуражеров. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, она потеряла до третьей состава. По посчетам, всего осталось. Вместе с Мазепинцами. 35-37 тысяч. РИА Новости. Владимир Вдовин. Полтавская баталия. Северная война 1700-1721 годы. Мозаика Михаила Ломанесова. А с Полтавой с самого начала все пошло не так, как мечталось Карлу. Он то считал, что с наскоку возьмет провинциальную цитадель. И действительно, в фортификационном отношении Полтавская крепость была слабой, а ее гарнизон малочисленным, и к тому же состоял из инвалидной команды до вооруженных обывателей во главе с полковником Алексеем Степановичем Килиным. Шведский фельдмаршал Риншильд вопрошал, неужели русские до такой степени безрассудны и станут защищаться? Оказалось, что русские как раз безрассудны. Килин и отрез отказался капитулировать. Гарнизон успешно отбивал атаки противника. Шведы были в замешательстве. А Килин ответил очередному шведскому парламентиру на предложение сдать крепость, причем уже на выгодных условиях, приступов было восемь и из присланных на приступе более трех тысяч человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба, побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божьей, потому что всяко оборонять и защищать себя умеет. РИА Новости. Владимир Федоренко гравюра «Карл. 12» Армия короля Карла «12» перестала существовать. Удивляет другое, на что, собственно, Карл рассчитывал в войне с Россией. Ни при каких полководческих талантах короля, ни при какой военной удаче или даже из менее десяти мазеп Швеция не справилась бы с Россией. Ей бы попросту не хватило ни военных, ни материальных, ни летских ресурсов. Именно в Северной войне Швеция, что называется, надорвалась и выбыла из числа великих держав Европы. Современный шведский историк Петер Энглунд по этому поводу оптимистично восклицает, что благодаря поражению власти страны сосредоточились на внутренних проблемах, и уже через сто лет Швеция стала одним из самых благополучных государств мира. Одна из дорог, приведших к нынешнему преуспеванию Швеции, брала начало под Полтавой, пишет Энглунд. Ну что ж, если шведскому историку нравится прикидываться и таким безмозглым бодрячком, повторяющим вслед за Лебницем и Вольтером, все к лучшему в этом лучшем из миров, пожалуйста. Только стоит заметить Энглунду, что в Кандиде эта фраза звучит по час как форменное издевательство и глумление. Рея новости, Игнатович. Репродукции иллюстрации «Полтавская победа» «Гуаш», написанная художником Евгением Лансерри в 1942 году из собрания Государственной Третьяковской галереи. И что же в сухом остатке получается? А получается вот что. Сотни лет титанических усилий и сотни тысяч павших под знаменами хотя бы Густава Адольфа и Карла. Нужны были для того, чтобы шведы поумнели до такой степени, чтобы поняли, что Россия им не по зубам. Дорогая же плата за очевидный урок. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что были и другие страны невыученных шведских уроков. Даже еще более недальновидные, но более чем скандинавы, амбициозные. Но не только Энглунд не унывает. В нынешних шведских СМИ, например, можно встретить весьма фантастические идеи и мысли по поводу Северной войны. Конечно, они и про Россию и русских много чего при этом пишут, но это, честно говоря, читается индифферентно. Например, один из шведских журналистов всерьез утверждает, в Полтаве мы пытались помочь вырвать Украину из рук России. А вообще, это же известный факт, что Украину основали шведы. У нас даже флаги одинаковых цветов. Любопытная версия. И еще одно доказательство императива Украина ци Европа. Все верно и логично, шведы основали Украину, а Укра выкопали Черное море. И все к лучшему в этом лучшем из миров. CC by 2.0 Чуваев Николай, музей-заповедник «Памятник Петру» В музее-заповеднике поле «Полтавская битва» в Яковцах. Полтава потом под давлением России и европейских держав. Султан вежливо, но настойчиво предложил Карлу покинуть пределы Турции, выделив даже деньги на проезд и дав почетный эскорт из Янычар, или тюремный конвой. Карл пришел в буйство, открыл стрельбу по Янычарам. Произошло кровавое столкновение, в ходе которого король даже лишился кончика носа. При Балтике он лишился раньше. А тем временем ситуация уже в самой Швеции стала для него угрожающей. Карла далеко не все жаловали, когда он был, как говорится, на коне, победителем. А побежденный король кому нужен? Из него красивых платьев не нашешь. Поэтому попытки Карла восстановить потерянное влияние потерпели неудачу, отсутствующий всегда неправ, а тем более побежденный внешними врагами. Король даже в Стокгольм не поехал, дабы не вступать в затяжный расприз парламентом. Кстати, он с 1070 года и до самой своей смерти ни разу не побывал в своей столице. РИА Новости, Сергей Пятаков. Памятная медаль на заключение Нештатского мира в 1721 году. Обычные заговоры против диктаторов зреют именно в одни сокрушительных поражений и краха перспектив. Заговор Мали против Наполеона возник во время позорного бегства корсиканца из России. Заговор Штауфенберга после Сталинграда, Курской дуги, когда Красная Армия вышла к границам Третьего Рейха. В общем, Нештатский мир с Россией был заключен уже без Карла. Он стал последним европейским монархом, убитым на войне. Автор Владимир Бычков, Радия Спутник. Хотите быть в центре событий? Подписывайтесь на Радио Спутник в Яндекс.Новостях.